Продолжение 143 указа 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 такого пособия до 31 августа 2020 года. Кроме этого, для тех категорий граждан, которые в настоящее время пособие не получали, но обратятся за получением пособия в период с момента вступления в силу указа и до 31 августа, упрощается порядок получения этого пособия. Основные новации здесь это то, что, во-первых, мы рассчитывая критерий нуждаемости и уровень среднедушевых доходов домохозяйства, либо человека, берем в расчет доходы не за 12 месяцев, как по общему порядку, а за 3 месяца всего лишь. То есть, как раз таки, учитывая вот этот период последних трех месяцев, наиболее сложный в экономической ситуации именно предприятий наших. И первая новация, второе, предоставление этой помощи ежемесячной будет учитываться без учета имущественного положения домохозяйств, либо гражданина, который обращается. То есть, те фильтры, которые выстроены сейчас, они вот на это время, они учитываться не будут. Да, наличие приобретения автотранспорта, наличие жилых помещений, там обучение членов семьи на платном форме обучения. То есть, вот эти фильтры, они учитываться не будут. Тем самым мы расширяем, скажем так, потенциальный круг получателей государственной адресной социальной помощи и тем самым окажем поддержку, да, финансовую поддержку более широкому кругу лиц. Продолжение следует... Продолжение следует...